Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбадова. Сегодня у нас уже 15 января 2024 года, понедельник. Местное время 22 часа 4 минуты, киевская и московская 4 минуты после полуночи. Ну, а я продолжаю чтение, приближаясь уже медленно и постепенно к завершению. Продолжаю чтение глав из книги, из курса психиатрии профессора Сергея Сергеевича Корсакова. Москва, 1913 год, третье посмертное издание, больше это руководство не издавалось. Всякая ерунда издавалась, переиздавалась и продолжает. А это фундаментальная работа, скажем так, одного из корифеев российской, русской психиатрии, да? Ну, а так осталось в забытии. Вот вам и патриотизм. Нету патриотизма, это псевдопатриотизм. Хорошо. Сегодня я зачитываю большую главу под названием «Конституциональные психозы вследствие отравлений» или «Интоксикационные психозы». Нам следует перейти к излучению конституциональных психических расстройств, которые обусловливаются введением в организм различных вредных субстанций, вызывающих хроническое отравление организма и более или менее глубокие изменения в нервной системе, что проявляется и в расстройстве психической деятельности. Отмечу, что здесь я буду говорить не о всех психических расстройствах, вызываемых отравлениями, о расстройствах, вызываемых непосредственным введением яда, я говорил уже выше. Здесь будет речь идти только о конституциональных изменениях, вызываемых ядами, что бывает чаще всего вследствие повторных интоксикаций и лишь в исключительных случаях после единичных. Из болезней, относящихся сюда, мы прежде всего остановимся на психозах, развивающихся при хроническом алкоголизме. Итак, алкогольные психозы. психозис алкоголице, хронический алкоголизм, алкоголизмус хроникус. Совокупность расстройств, вызываемых в организме, повторным чаще всего долговременным употреблением спиртных напитков, называется хроническим алкоголизмом. К этим расстройствам относятся ряд явлений, как со стороны физических отправлений, так и со стороны психической сферы. Со стороны физической, как известно, у потаторов, потатор, сейчас ряд как-то употребляет это слово, потатор – это алкоголик. Бывает и расстройство в органах пищеварения, в желудке, кишечнике, печени, в расстройстве почек и дыхательных органов, и расстройство сердца и сосудов, расстройство спинного мозга и периферических нервов, общее явление преждевременной дряхлости. Со стороны психической же деятельности у потаторов бывает ряд разнообразных расстройств, подобно тому, как при истерии и эпилепсии бывают с одной стороны психозы, которые нужно рассматривать как специальные психозы, а с другой – как обыкновенные психозы, развившиеся на истерической или эпилептической почве, так и при хроническом алкоголизме можно различать первое – специальные алкогольные психозы, второе – психозы, развившиеся на алкогольной почве. Самой собой, разумеется, границы между этими двумя группами не всегда резко очерчены. К специальным алкогольным психическим расстройствам относятся, с одной стороны, проявления психической дегенерации, характерной для алкоголизма, а с другой – скоро приходящие и затяжные психозы, составляющие выражения хронического алкоголизма. Первое – психическая дегенерация потаторов, дегенерация психика потаторум. Она обнаруживается прежде всего в сфере душевного чувства и воли. Мало-помалу по истечении нескольких лет злоупотребления спиртными напитками характер человека меняется, что и обнаруживается в упадке воли и нравственного чувства. Больной теряет прежнее чувство хорошего и дурного, перестает интересоваться высокими задачами, у него ослабевает чувство долга, он делается ленивее, не занимается аккуратно делами, легче уступает дурным инстинктам, часто он сознает весь вред, который причиняет ему вину, но у него не хватает сил и воли отказаться от него. Он дает обещание не пить, но не в состоянии долго удержаться и уступает первому соблазну. При этом весьма характерно то, что почти всегда потатор готов винить всех – жену, детей, службу, обстоятельства, только не себя самого. Вместе с тем является раздражительность, вспыльчивость, сопровождающаяся бурными, а иногда и опасными проявлениями аффекта, так что больные не стесняются пускать в ход ножи и огнестрельное оружие. Больные вследствие этого делаются очень тяжелы в семье и невозможными в общежитии, что иногда чрезвычайно резко противоречит их податливости и кажущемуся добродушию при посторонних вне домашней обстановки. По временам, особенно по утрам, является мрачное расположение духа, тоскливость, проходящая только после употребления значительного количества вина. Интеллектуальная деятельность тоже слабеет, память падает, больному становится трудно производить умственную работу, особенно если он не выпьет. В его деятельности все чаще и чаще попадаются промахи вследствие забывчивости и рассеянности. По временам еще являются моменты, когда благодаря запасу прежних знаний и прирожденной талантливости больные проявляют творческую деятельность, производят что-нибудь довольно важное и полезное, но эти моменты становятся все реже, талантливость понемногу пропадает, знания забываются. При этом нередко у больных являются отдельные, немотивированные идеи преследования. Им кажется, что их обижают, что их обходят. Обходят. Недостаточно оценивают их труд, честность, их ум и талант, им делают зло, хотят их обмануть, вследствие этого они становятся придирчивыми, подозрительными, постоянно делают неприятности лицам, с которыми сталкивает их судьба. Обыкновенно при этом же появляется и большая грубость, причем часто бывает поразительная разница, существующая в этом отношении в кругу своей семьи и в кругу посторонних лиц. Человек, ведущий себя корректно и даже излишне мягко в обществе, оказывается невыносимо грубым и диким в своей семье по отношению к детям и жене. Одним из характерных явлений бывает бред ревности, бред супружеской неверности, под влиянием которого больной, постоянно подозревая свою жену в любовных интригах, упрекает в сношениях с любовниками, позорит ее неприличными названиями. При крайней вспыльчивости и несдержанности потаторов это вызывает дикие сцены кулачной расправы, попытки стрелять в жену, что нередко ставит их в необходимость требовать разъединения супругов. Очень часто при этом бывают и мимолетные галлюцинации, то зрительные, то слуховые, различные парастезии, подающие повод к ипохондрическим жалобам. Такое состояние может продолжаться много лет с небольшими колебаниями, но мало-помалу поведение или падение личности ведет все далее и далее. Нравственное чувство и воля падают все больше и больше. Больной, который до этого отличался честностью, теперь не обращает никакого внимания на свои обязанности, запускает дела, растрачивая свои и чужие деньги, он охотно берет в долг без намерения возвратить, иногда присваивая себе чужие вещи, растрачивает казенные и общественные деньги, имущество детей, не заботя о последствиях и о судьбе своего семейства. Вместе с этим обыкновенно утрачивается и эстетическое чувство, и чувство приличия. Больной становится неаккуратным в одежде, грубым, циничным, в выражениях нередко проявляется наклонность к половым эксцессам самого грубого свойства. Обыкновенно в это время интеллектуальная деятельность уже глубоко расстраивается, круг идей становится очень ограниченным, мысли идут вяло, сообразительность падает, человек делается тупее, теряет память и в конце концов наступает резко выраженная слабоумие, деменция алкоголика. Поведение таких больных соответствует их нравственному и умственному дефекту. Весь день проходит в пьянстве, ссорах, брани. Некоторые больные, не сидя дома, облуждают, ездят или ходят по трактирам и кабакам, предавая всяким эксцессам. Многие доходят до глубокого падения. Интеллигентные люди превращаются в завсегдотаях самых грязных притонов, делаются обитателями ночлежных домов, попрошайками, готовыми на всякие унижения, чтобы получить возможность напиться. Одежда на них поражает неаккуратностью, недостаточностью, так, как привычный пьяница часто предпочитает остаться в разодранном, едва прикрывающем наготу платье, чем отказать себе водки. В отношении к окружающим они грубы, упрямы, но вследствие слабости воли могут подчиниться некоторым личностям, которые пользуются иногда этим для корыстных целей. В конце концов, развивается характерное слабоумие с безразличием, потерей памяти, у многих заметно глубокое слабоумие, у других же довольно долго держится, добродушный и характерный юмор по отношению к себе и другим. Наряду с этими психическими симптомами обыкновенно бывает и целый ряд физических. Уже внешний вид потаторов характерен лицо их то обрюскшее, а дутловатое, то с фиолетовым носом, с расширенными мелкими кровеносными сосудами, с резко выраженной гиперемией конъюнктивы, то при сильном истощении желтое худое, с палыми щеками, с морщинами, свидетельствующими, о преждевременной дряхлости. Почти постоянно бывают явления со стороны желудка и кишек, рвоты по утрам, запоры, диспепсия, хронические лярингиты, бронхит, нередко неправильное или ослабленное деятельность сердца, жесткость артерии, альбуминурия, как признак хронического страдания почек. Со стороны физических отправлений, нервной системы, разнообразные симптомы, неврастынии, боли в области межребенных нервов, боли в ногах, чувство онемения, ползания мурашек, слабость конечностей, щадкость походки, трясение в руках, особенно по утрам, прекращающиеся после употребления вина, импотенция, изменение патилярных или коленных рефлексов. Иногда бывают припадки эпилепсии, иногда припадки головокружения, обмороки. Часто бывает шум в ушах, темные круги в глазах, искры, иногда ослабление зрения, сон большей частью тревожный, с тяжелыми сновидениями. Иногда перед засыпанием бывает страх и слуховые или зрительные галлюцинации, момент засыпания общее вздрагивание или ощущение мгновенного изменения самочувства, как бы умирания. Таковы симптомы алкогольной дегенерации. Конечно, не у всех больных. Они выражаются в одинаковой степени. Некоторые индивидуумы оказываются более стойкими по отношению к вредному влиянию алкоголя. И у них очень долго, несмотря на очень большое злоупотребление, доходящее до целой бутылки водки в день, не бывает резких симптомов хронического алкоголизма. С течением времени, однако, выносливость к вину уменьшается и явление хронического алкоголизма развивается. Раз развившись, они все более и усиливаются, пока больной не бросит пить. Чаще всего они остаются до самой смерти, наступающей от какой-либо случайной болезни, паралича сердца, хронического нефрита, воспаления легких, кровоизлияния в мозг, эпилептического припадка или атак называемого алкогольного паралича или множественного неврита. Скоро приходящие алкогольные психозы, из них наибольшего внимания заслуживает так называемая белая горячка или делириум теременс. Эта болезнь является у пататоров под влиянием условий, нарушающих равновесия организма, легкая простуда, душевные потрясения, гемороидальные кровотечения, усиленные регулы у женщин, все это может вызвать приступы белой горячки. Иногда она является непосредственно за очень большим злоупотреблением спиртными напитками, иногда после быстрого прекращения запойного употребления большого количества этих напитков или присоединяется к каким-нибудь острым болезням, например, воспалению легких. Обыкновенная эта болезнь начинается с симптомов недомогания, гастретического расстройства, чувством тяжести в желудке, рвоты, затем является сердцебиение, тревога, безотчетный страх, ночью бессонница или мучительные кошмары, мысли как-то плохо вяжутся, появляются отрывочные, беспокоящие их идеи. Через день или два в состоянии ухудшается тревога, беспокойство, становится сильнее, является сильная тоска или сильный страх, боязнь, доходящая до безотчетного ужаса. Сознание начинает путаться, больной с трудом, управляет своими мыслями, речь его делается малопонятной, он хочет что-то высказать, но не может найти слов, не может закончить фразы. В начале разговора нередко больной несколько минут еще может отвечать правильно, но говоря, но говора нередко больной несколько значит разговора больной может несколько минут еще отвечать правильно на вопросы, но потом начинает путаться, вставлять в речь ненужные слова, под конец же говорит совершенно спутанно, непонятно, комбинируя фразы и совершенно теряя нить речи. является смещение воспоминаний с реальными восприятелями или фантазирование. Обыкновенно еще раньше являются галлюцинации, чаще всего зрительные и при этом очень характерные. Больному представляется масса мелких и крупных двигающих предметов пауков, тараканов, мышей, чертиков, иногда толпы народа, разные страшные лица, протянутые по воздуху нити и проволоки. Все эти видения являются с необыкновенной рельефностью, так что больной ловит несуществующих пауков, мышей, боится ступить по полу, чтобы не наступить на сидящего на полу какого-нибудь маленького человека, хватает чертиков и завязывает их в свой платок. Рядом с этими зрительными галлюцинациями обыкновенно бывают и иллюзии общего чувства и осязания. Больному кажется, что его хватает, что его кусает за ноги собаки, что на грудь его наваливается сатана. Поводом к этим иллюзиям служат болевые и пар эстетические ощущения в разных частях тела, столь обычные для потаторов. Галлюцинации слуха тоже часты. Больному слышатся пение, насмешки, хохот, угрозы, выстрелы. Раз галлюцинации появились, то они обыкновенно становятся очень обильными. Заполняет сознание больного так, что он теряет возможность ориентироваться. Сначала он еще кое-как сознает окружающее, хотя к правильным восприятиям самым странным образом присоединяются причудливые образы фантазии и привычные воспоминания. Находясь в больнице, больной-то понимает, где он находится, то не понимает, то вдруг начинает производить какие-нибудь действия свойственные его профессии, например, портной, как будто шьет, лакей, как будто прибирает и чистит платье, которого и следов нет и так далее. Бред профессиональный, бред занятия. Многие больные имеют вид точно они что-либо забыли или потеряли, целые часы ищут чего-то, заглядывают в углы под кровать, при этом, однако, в словах и действиях проявляется особый своеобразный оттенок, указывающий на то, что больной отчасти сознает свою болезнь, доволен, что он видит врача, очень часто больные относятся к своему поведению с характерным юмором и сами описывают свои видения со значительной долей комизма, обыкновенно дело на этом и кончается, если обращаются к врачу и принимаются надлежащие меры, но если больной продолжает употреблять спиртные напитки и остается на произвол судьбы, то мало-помалу окружающая действительность все менее и менее сознается им и интеллект его заполняется бредовым содержанием, он уже не узнает врача и служителей принимает их за старых знакомых называет чужими именами вокруг него шмыгают на разные знакомые и незнакомые лица им услышится пение угрозы нечистых духов его хватают за ноги кусают щиплют тащат больной совершенно теряется мечется из стороны в сторону борется с воображаемыми нечистыми раздевается мажет стены кричит или тихо говорит отрывочные слова по временам галлюцинации бывает очень страшной больному кажется что его тащат в тюрьму в ад продают мучения он кричит от страха набрасывается на окружающих которых принимает за злых духов иногда бросается к окну разбивает раму и выскакивает в них вниз с третьего или четвертого этажа обыкновенно рядом с этим бывает чрезвычайная потлива не только руки и ноги но и все тело часто обливается потом особенно характерно резко выраженное дрожание в руках от которого болезнь не получила свое название часто бывает очень шаткая походка исчезновение коленных рефлексов язык сух обложен моча очень красна пульс очень част дыхание неправильное голос хриплый речь не совсем отчетливая температура тела обыкновенно не поднимается или поднимается только до 37 и 5 десятых градусов но в тяжелых случаях бывает очень значительное поднятие температуры она достигает 40 градусов в этих случаях и дрожание делается таким сильным что нельзя коснуться больного чтобы не вызвать очень сильного приступа общего трясения это форма названная маньяном французским психиатром лихорадочной белой горячкой делириум тремес фебриле может кончиться смертью конечно в случае подобного рода повышение температуры может быть обусловленной каким-нибудь соответствующим страданием например воспалением легких но иногда бывает и самостоятельно в других же случаях белой горячки дело кончается обыкновенно не так печально чаще всего по стечении 3-7 дней редко больше наступает сон самостоятельный или под влиянием наркотических средств и больной проснувший довольно ясно создает окружающее приходит мало-помалу в себя как указывает Липман зрительные галлюцинации иногда долго могут вызываться надавливанием на глазные яблоки правда и в случае простой белой горячки может наступить смерть чаще всего смерть наступает от присоединившейся пневмонии от паралича сердца от осложнения со стороны почек нужно заметить что несмотря на то что прогностика при простой белой горячке довольно благоприятная но по некоторым авторам в 15% случаях все-таки наступает смерть я впрочем нахожу что этот процент смерти слишком велик нужно отметить что кроме тяжелых случаев белой горячки бывают и очень легкие так сказать абортивные формы в которых весь приступ ограничивается бессонницей легкой тревогой в течение двух трех ночей мимолетними зрительными галлюцинациями сменяющимися кошмарами затем наступает сон и все проходит до нового приступа здесь же я скажу и о лечении белой горячки обыкновенно нужно стараться добиться поскорее сна вследствие этого на ночь назначается порядочная доза хлоралгидрата от двух до шести грамм или паральдегида а днем опий 0,1 целая 0,1 на прием несколько раз в день это однако только для тех случаев где пульс очень слаб больной постоянно лежит бормочет отрывочные слова пульс сносный и силу больного достаточно если же силу больного мало замечается подергивание конечности то назначаются возбуждающие средства кофеин камфора мускус для успокоения дается цинкум ацетикум и только после восстановления сил опий и хлорал гидрат крафтейбинг хвалит употребление метил ла ля пероз и подкожу пероз это через рот нужно заботиться о питании больного причем наиболее полезно молоко о том чтобы он не расшибся кровать с мягкими стенками чтобы комната где помещается больной была теплая и порядочно вентилировалась постельное содержание обязательно при том лучше всего в общих комнатах хорошо освещенных находясь в освещенном помещении больные не испытывают таких мучений как в одиночных темных комнатах в заключении я должен прибавить что не следует думать что белая горячка бывает исключительно у лиц злоупотребляющих спиртными напитками в данный период времени иногда она развивается и у лиц давно бросивших пьянство в таких случаях чаще всего она развивается под влиянием ослабляющих моментов например после воспаления легких и является результатом тех изменений которые оставило в организме прежнее пьянство белая горячка составляет один из скоро приходящих психозов потаторов другую форму их составляет так называемый алкогольный транс или алкогольный автоматизм алкогольный транс выражается в ряде поступков как будто последовательных сохраняющих внешнюю форму целесообразности но совершаемый как бы автоматически без достаточно ясного сознания это состояние наступает обыкновенно вдруг и продолжается несколько часов или даже дней в таком состоянии больной может совершить преступное деяние или уехать в какой-нибудь город совершенно бесцельно и бессознательно третье затяжные алкогольные психозы из них я укажу а на затяжной алкогольный или запойный бред обыкновенно эта форма начинается как белая горячка но не заканчивается так быстро как она наступает сон но бред и галлюцинации не покидают больного сознание возвращается к нему но он все еще продолжает слышать голоса верит в тот бред который он имел при начале болезни галлюцинации при этой форме преобладают слуховые зрительные же обыкновенно обыкновенно довольно рано галлюцинации при этой форме преобладают слуховые зрительные же обыкновенно довольно рано а рано рано в первую очередь затяжной алкогольный бред может продолжаться несколько месяцев иногда даже лет в некоторых случаях галлюцинации слуха остаются на всю жизнь причем больной несмотря на существование галлюцинации бреда может заниматься какой-нибудь не очень сложной обязанностью в большинстве случаев болезни развиваются у лиц у которых была уже белая горячка раз или два первый приступ проходит хорошо второй с большим количеством слуховых галлюцинаций а третий оставляет после себя более длительные иногда очень стойкие расстройства б близко к алкогольному затяжному бреду стоит форма алкогольного помещательства с бредом преследования паранойи алкоголика начавшись признаками белой горячки то есть тревогой бессонницей страхом галлюцинациями трясением потливостью болезнь скоро приобретает своеобразный характер больному чудится преследование со стороны какой-нибудь партии большей частью фантастической например мафии галлюцинации принимает окраску в зависимости от бредовых идей является озлобление вражебное отношение к окружающим иногда псевдогаллюцинации бред наклонен до известной степени систематизироваться больные часто становятся агрессивными иногда не проходит до самой смерти постепенно осложняясь слабоумием в специальным алкогольным заболеваниям принадлежит также своеобразный бред ревности или бред супружеской неверности больному этой формой чаще страдают мужчины постоянно кажется что жена его имеет любовников ему слышится что ночью она с кем-то перешептывается кажется что мимо окон его квартиры проходят подозрительные мужчины он упрекает жену связи связи с кучером дворником водовозом не стесняясь присутствием посторонних называет ее потаску потаскушкой колотит иногда дело доходит до опасных действий вроде стрельбы из револьвера воображаемых любовников или в жену часто в основе такого бреда лежат различные ощущения в половой системе также половое бессилие при остающейся похотливости г к специальным алкогольным затяжным формам психоза нужно отнести также и характерное слабоумие алкоголиков деменция патоторум обыкновенно эта форма появляется после многолетнего и очень сильного злоупотребления спиртными напитками иногда болезни развиваются довольно быстро например после какого-нибудь ослабляющего момента кровотечения лихорадочного состояния и прочих болезней иногда без видимой причины больной делается тупым несообразительным забывчивым с ним ни о чем нельзя говорить он отвечает на все или руганью или ничего не отвечает в то же время является резкая грубость бессмысленные требования от окружающих часто больной постоянно стремится из дома в кабак где сидит молча ни с кем не разговаривая или на улицу причем без всякого смысла ходит или ездит по городу обыкновенно наряду с психическими симптомами существуют и резкие физические признаки хронического алкоголизма болезнь в таком виде продолжается обыкновенно несколько месяцев если больной при этом продолжает злоупотреблять спиртными напитками то в конце концов чаще всего разливается множественный неврит алкогольный паралич со всеми его последствиями и с признаками своеобразного полиневритического психоза ну скажем так психоз или болезнь Бехтерова это описано Бехтеровым или делается апоплексия если же удается больного изолировать поместить в больницу то бывают случаи значительного поправления а иногда и почти полного выздоровления правда оно наступает чаще всего не ранее года или двух болезнь это нередко смешивается с прогрессивным параличом помешанных но отличается от него как и теология сифилис так и отсутствием характерных для прогрессивного паралича помешанных расстройств проявлений и в зрачках и в наличности физических признаков хронического алкоголизма четвертая психозы развивающиеся на почве хронического алкоголизма у пататоров конечно могут развиться и другие психозы как меланхолия мания и прочее развившись на этой подкладке они иногда приобретают несколько особенных черт отличающих эти психозы от типических так например меланхолия у пататоров обыкновенно протекает не в форме чистой меланхолии а в форме приближающейся к меланхолическому умопомешательству или меланхолическому бессмыслях почти всегда сознание значительно спутывается являются резкие обманы чувств слуховые зрительные страшные лица пожары огонь животные общего чувства обоняния и вкуса обыкновенно большая часть галлюцинации скоро исчезает но дольше других остаются слуховые галлюцинации они почти всегда связаны с мрачным настроением бредом виновности греховности и идеями преследования за какой-нибудь проступок больному ясно слышатся как приходит полиция как обвиняет его в воровстве как составляется и читается протокол некоторые больные до того ярко галлюцинируют что становятся на вытяжку как бы перед лицом начальства и самым почтительным образом громко отвечают на вопрос обо всех обо всей их преступности обыкновенно первое время тоска бывает так велика что многие больные кончают жизнь самоубийством вследствие чего и требуют со собой самого бдительного надзора чаще всего через 2-6 месяца болезнь проходит но иногда не вполне воспоминания о бреде остается а иногда остаются надолго и бледные галлюцинации иной раз болезнь однако и совсем не проходит а наоборот быстро наступает глубокое слабоумие из других форм нередко развивающихся на алкогольной подкладке нужно отметить тяжелую манию мания гравия пататорум она протекает у пататоров так как описано это на странице 122 123 только обыкновенно первый период бывает чрезвычайно бурным больной сильно галлюцинирует колотит окружающих разрушает все что попадается под руку иногда при тяжелой мании у пататоров бывают эпилептифорные припадки затем на почве хронического алкоголизма бывает часто полиневритический психоз психоз полиноэритика алкоголика болезнь Бехтерова или синдром и некоторые органические заболевания мозга которые могут вести к расстройству душевной деятельности например пахи менингитом кровоизлиянием мозг перерождением мозговых сосудов патологическая анатомия у лис умерших проявлениях хронического алкоголизма обыкновенно находят многочисленные изменения в различных органах в желудке печени почках часто все эти органы представляют большую или меньшую степень хронического большей частью интерстициального воспаления и наклонность к жировому перерождению затем находят резкое изменение со стороны сердца дряблость мышц жировое перерождение сосудов от ароматозный процент увеличению жира в крови со стороны нервной системы в некоторых случаях не находят существенных изменений но иногда они заметны чаще всего встречаются изменения в твердой мозговой оболочке пахи менингитис геморрагика хроническое воспаление пио арахноидали то есть мягкой оболочки явление венозной гиперемии мозга более или менее выражены гидроцепфалюс антернус то есть повышение черепного давления внутреннего иногда точные кровоизлияния в мозгу мелкие аневризмы в спинном мозгу попадаются иногда начальные явления склероза боковых и задних столбов периферических нервов явления дегенеративного неврита особенно в конечных разветвлениях нервных свалов нерви дорзалис пэдис тибиалис ульнарис и теология развивается хронический алкоголизм чаще всего у лиц принадлежащие к невропатическому или психопатическому семейству то есть алкоголизм всегда вторичен или чаще всего часто в семействе существует именно непреодолимая наклонность к пьянству кроме того конечно способствует развитию алкоголизма привычное пьянство вследствие дурного воспитания преждевременного знакомства со спиртными напитками дурного примера отсутствие возвышенных стремлений распущенность чрезвычайно большую роль в развитии алкоголизма играет количество употребляемых спиртных напитков а также их качество количество нужное для произведения алкоголизма не для всех одинаково одни пьют очень много например до штофа в день и у них долго не развивается алкогольных явлений другие уже пьют 2-3 рюмки водки в день и у них уже заметны явления хронического алкоголизма женщины вообще хуже переносят алкоголь чем мужчины что касается качества спиртных напитков то крепкие напитки водка чаще лежат в основе алкоголизма чем слабые виноградные вина особенно нурно действуют водки содержащие сивушные масла или какие-нибудь примеси вроде полынной эссенции под влиянием абсента полынной водки развивается алкоголизм с особенным оттенком отличаемым названием абсентизма с частыми приступами общих судорог раним помрачением ума затем появлению симптомов хронического алкоголизма и особенно алкогольных психозов зависит нередко от каких-либо случайных причин моральных потрясений острой болезни например воспаление легких резкого похудения обильного кровотечения диагностика алкогольных психозов основывается на описанных выше признаках на сочетании физических и психических признаков хронического алкоголизма белая горячка узнается по характерным зрительным галлюцинациям потливости дрожанию характерному состоянию сознания суетливой подвижности и бессонницы прогностика при хроническом алкоголизме неблагоприятна потому что большей частью больные не прекращают употребление вина и по наклонной плоскости спускаются все ниже и ниже о предсказании при белой горячке уже было сказано выше лечение по отношению к хроническому алкоголизму чрезвычайно важны профилактические меры с этой точки зрения нужно обращать внимание на то чтобы не было распределения крепких спиртных напитков какое существует например в нашем отечестве то есть в России так как совершенно отказаться от спиртных напитков большинству людей трудно и надеяться на это значило бы предаваться несбыточным мечтам то нужно способствовать распространению слабых виноградных вин потому что как показывает опыт там где население употребляет почти исключительно слабые вины там алкоголизма меньше затем нужно следить за чистотой водки за отсутствием вредных примесей в ней во многих государствах успешную борьбу с алкоголизмом со злоупотреблением спиртными напитками ведут специальные общества так называемые общества трезвости распространяющие сведения о вреде вина устраивающие приюты для пьяниц вместо кабаков чайные и так далее при воспитании детей нужно обращать внимание чтобы они как можно позднее знакомились с вином нельзя одобрить раннего медицинского назначения вина без крайней необходимости так же как и употреблениями детьми вина на праздниках что же касается лечения уже развившейся привычки к употреблению спиртных напитков то оно редко удается при обычной домашней обстановке так как больные сами не имеют достаточно воли чтобы удержаться от вина и исполнить приказания врача поэтому в некоторых местах за границей и в России устроены особые приюты для пьяниц куда они поступают по добровольному согласию на известные сроки на полгода год и более и где их отучают от употребления спиртных напитков и приучают насколько это возможно к жизни новыми интересами иногда после годичного пребывания в таком заведении привычка пьянцев прекращается описывается также случай прекращения пьянства под влиянием гипнотического внушения как симптоматическое средство для лечения некоторых явлений хронического алкоголизма употребляет успокаивающие средства опий индийская канопля это каннабис теплые ванны также средства укрепляющие железо лечение молоком пребывание на чистом воздухе лечение холодной водой иногда оказывается полезным употребление стрихинина через рот пероз и в виде впрыскивания инюкций причиной всех расстройств относимых к хроническому алкоголизму является в громадном большинстве случая в то что называется пьянством то есть наклонность к злоупотреблению спиртными напитками однако внимательно изучая проявления развития пьянства легко прийти к выводу что само по себе пьянство является в большинстве случаев болезнью притом весьма тяжелой конечно по этому поводу могут быть весьма различные мнения одни считают пьянство во всех случаях болезнью другие наоборот во всех случаях пороком и споры об этом ведутся без конца хотя с решительной склонностью к преобладанию той мысли что болезненный элемент существует почти во всяком случае пьянство правда в несколько различной степени ну я лично например считаю что 95% всех случаев такого грубого тяжелого алкоголизма это всегда следствие уже существующих каких-то душевных проблем да и что считать пороком вопрос если под пороком разумеется недостаток подобно тому как мы называем пороками недостатки например лошадей то конечно пьянство будет таким пороком потому что оно в большинстве случаев и обусловливается недостаточностью личности то есть вот опять и порок это следствие следствие значит какой-то значит патологии личности если под пороком разумеет такой недостаток который в значительной степени зависит от неправильного воспитания от влияния примера и может предотвращаться и иногда даже устраняться моральным воздействием на человека то и тогда пьянство часто может быть названо пороком если наконец пороком называть тот недостаток который может сопровождаться сознанием своей ответственности и виновности то и тогда пьянство во многих случаях считается самими пьяницами пороком но если пороком называть то что находится в полной зависимости от доброй воли человека то пьянство далеко не принадлежит к таким порокам оно в большинстве случаев является результатом патологической неуравновешенности организма обусловленной или наследственным расположением пить вино может всякий по своей воле но пьяницей делается не всякой а только тот кто к этому предрасположен или тем что вино употребляемое из подражания иногда против воли иногда даже как гигиеническое средство по предписанию врачей при продолжительном употреблении вызывает болезненную привычку к нему или такое состояние при котором даже небольшое количество спиртных напитков вызывает резкие болезненные явления а если это так то в громадном большинстве случаев пьянство является уже не пороком а болезнью причина которой коренится как в наследственной неустойчивости так и в окружающей среде способствующей разными способами развитию пьянства рассматривая пьянство с этой точки зрения можно разделить его на несколько видов смотря по происхождению и проявлению а именно на случайное пьянство привычное пьянство и запойное пьянство случайным пьянством называется такое злоупотребление спиртными напитками которое проявляется в употреблении вина в количестве одурманивающем при всяком удобном случае большей части такое пьянство например у лиц пьянствующих по праздникам или после получения жалования или по какому-нибудь другому случаю под влиянием компании сначала человек начинает пить как все в кавычках под влиянием примера угощения понемногу затем он находит в вине удовольствие пьет для того чтобы быть навеселе в кавычках вино заставляет его забывать невзгоды анестезирует чувство утомления и потому является последствием трудной работы а затем малопомолу вследствие многократного охмеления развивается своеобразное неустойчивое проявляющееся в том что человек теряет меру в количестве спиртных напитков начинает он уже пить с целью быть только слегка навеселе но уже небольшое количество водки вызывает в нем уменьшение волевых задержек почти импульсивное побуждение к употреблению спиртных напитков в большем количестве чем больше пьет такой пьяница тем обыкновенно все больше и больше является или появляется у него влечение к вину нередко такие пьяницы выпивают за раз две-три бутылки сорока градусной водки и не только опиваются до бесчувствия но и до смерти на другой день после пьянства необыкновенно бывает тяжелое настроение тоска недовольство собой и окружающими тошнота рвота гастретические симптомы общая слабость и на больнее для того чтобы прийти в лучшее состояние опохмеляются то есть выпивают небольшое количество вина затем оправляются и продолжают работать до нового случая в кавычках взят случая с течением времени случаи в кавычках становятся все чаще и чаще так как подтатар ищет их вследствие неудержимой склонности наконец развивается картина постоянного привычного пьянства со всеми последствиями формы хронического алкоголизма привычное пьянство это следующее при этом виде пьянства поводом к употреблению спиртных напитков служит также чаще всего примеры и обычаи употреблять водку для аппетита перед едой как бы с гигиенической целью громадное большинство людей смотрит на это вовсе не как на порог многие даже хвалятся что они совсем не пьющие потому что пьют только одну две рюмки перед обедом и ужином но водка действия как возбуждающий стимул у многих людей скоро перестает действовать в том количестве в котором началось ее употребление для того же эффекта нужно увеличивать ее дозу и таким образом количество выпиваемых по привычке спиртных напитков становится все больше и больше водка начинает охмелять человек чувствует уже ее вред желает бросить но не может у него уже развились болезненная потребность к ней а вместе с тем и та слабость воли которая характеризует развитие нравственной дегенерации пататоров борьба кончается обыкновенно победой вина и для заглушения неприятного чувства человек вводит в себя все большее и большее количество спирта без алкоголя он не может работать не может есть не может успокоиться от неприятности является склонность к употреблению по временам очень больших опьяняющих количество спиртных напитков и таким образом привычное опьянство осложняется сильными в кавычках случайными запоями иногда после сильной выпивки у больного развивается гастретическое расстройство беспокойство страх и он как бы теряет влечение к вину на 2-3 недели а потом он опять возвращается когда устанавливается такой характер пьянства то привычное пьянство переходит в следующий вид пьянство запойное запой дипсомания или оиномания это болезненная форма в наиболее типичных случаях по своему началу скале принадлежит не к формам интоксикационным а к формам периодических психозов бар то что сейчас называется бар или к формам наследственно дегенеративным характеризующимся односторонним импульсивными влечениями эта болезнь обнаруживается периодически появляющейся потребности пить вино развивается она у наследственников и у дегенератов вообще дело обыкновенно начинается с изменения настроения духа с тоскливости больной делается малоспособным к труду мрачным не находит себе ни в чем удовлетворение он чувствует страшную жажду жжение под ложечкой пытается удовлетворить ее водой чем-нибудь кислым но жажда не проходит внутри точно горит его тянет к вину он пытается бороться с этой потребностью но у него для этого не хватает сил он выпивает рюмку и дальше уже не в силах себя сдержать он пьет рюмку за рюмкой стакан за стаканом то сидя у себя в доме то блуждая по кабакам и трактирам не обращая ни на что внимания потребность к употреблению вина так велика что больной готов украсть деньги чтобы купить его пьет если нет вина адекалон спирт из анатомических препаратов политуру количество употребляемого вина очень велико так что больной почти постоянно находится в опьянении так проходит несколько дней или недель наконец является рвота усиливающаяся после каждой рюмки вина затем часто апатия слабость иногда галлюцинации спутанность сознания белая горячка и этим приступ дипсомании заканчивается больной возвращается к своей нормальной жизни до появления нового приступа в наиболее типичных случаях такие приступы повторяются через известное время известное время и в промежутке больной чувствует квину отвращения но чаще встречаются не такие чистые случаи а такие где и в промежутке больной употребляет вино но в небольшом количестве в этих случаях запой является не так правильно периодически а под влиянием каких-либо случайных причин огорчения примера других людей часто бывает так что больной пьет в обычное время немного но достаточно побывать ему на какой-нибудь пирушке с обильной выпивкой чтобы он опять запил на несколько дней и недель в этих случаях дипсомания соединяется со случайным и привычным пьянством собственно по происхождению можно различить три вида дипсомании а в одних случаях дипсомания есть выражение наследственной дегенерации проявляющейся в непреодолимом влечении б в других она развивается как результат длительного привычного употребления вина после многих лет привычного употребления вина развивается особое состояние невыносливости выражающейся в том что обычная доза вина уже не удовлетворяет больного ему нужно употреблять очень большие количества до полного одурманивания такой приступ продолжается несколько дней затем является рвота и вино на несколько времени делается неприятным и бросается затем опять начинается употребление вина понемногу до нового приступа проявляющегося уже в более резкой картине запоя в бывает еще ложная в кавычках дипсомания где мы им дело с настоящей периодической меланхолией вот вам циркулярный бар при которой больной употребляет вино только как наркотическое целью заглушить тоску нужно заметить что крепелин смотрит на приступы запоя как на проявление скрытой эпилепсии падающей болезни но это мнение мне кажется пока мало обоснованным я же смотрю на дипсоманию как на проявление не диагностированного скажем циркулярного аффективного расстройства лечение чистых форм дипсомании разделяется на лечение во время приступа и лечение промежутков между приступами во время приступа нужно давать наркотические опии хлорал гидра и поместить больного в заведение на все то время пока субъект стремится к употреблению вина промежутки нужно лечить ту невропатическую конституцию которая обусловливает появление периодических приступов тут пригодны укрепляющие средства водолечения морские купания последнее время рекомендует впрыскивание стрихнина ну вот такая вот хорошая очень описательная фундаментальная рекомендую прослушать глава из курса психиатрии профессора Корсакова под названием алкогольные психозы психозы алкоголика хронический алкоголизм алкоголизм хроникус на этом я доктор Джордж Горбатов завершаю чтение и прощаюсь с вами до следующих чтений слушайте интересно касается многих касается многих вот детальное описание очень детальное хорошее научное ну как всегда как обычно я выражаю особую благодарность всем слушателям потенциальным слушателям этого ролика вот содержащего описание хронического алкоголизма ну и вообще всем благодарю всех подписчиков всех гостей посетителей моего канала спасибо и до свидания до следующих встреч в чтениях чтениях консультация в стримах спасибо